Сегодня мы будем говорить о народе. Всегда прибавляют, как только называют его, говорят, что это один из самых загадочных народов. Речь идёт о Саамах. Во-первых, хотел, Марат, спросить, а почему загадочный? Вот действительно, ну где бы ты не начинал читать вот об этом народе, в интернете, в специальной литературе, почему-то вот это слово «загадочность», она присутствует? Загадочный, прежде всего, потому что народ северный, а в то же время европейский. Ну такой стереотип, да, северный народ монголоидный, северный народ живёт каким-то таким традиционным образом жизни, характерным для оленеводов, северный народ обычно очень архаичен. А здесь народ коренной, северный, проживающий в Мурманской области, но в то же время скандинавского облика, ничем особенно не отличающимся внешне, сам особенно выезжающий из мест своего традиционного обитания в Мурманск или в другие города, от русского человека, от жителя Мурманской области, от скандинавов, потому что Саамы расселены в разных странах, это не только этнос, проживающий в России. Это в большей части этнос, который проживает в скандинаве. За пределами, да, нашей страны, в Лапландии, собственно говоря, вот эта загадка в том, что все стереотипы о северном народе рушатся при приезде в Лофозеро, в столицу русской Лапландии, так её принято в последнее время называть, это поселение в Мурманской области, где Саамы проживают. Они живут и в других сёлах Мурманской области, в самом Мурманске, но, тем не менее, Лофозеро – это как бы такой символ, что ли, русской Лапландии, русских Саамов, или, как их этнографы называют, восточных Саамов, потому что в нашей стране самая восточная часть этого народа расселена. Это уральский народ? Это уральский народ, это народ финно-угорский, но всё-таки лексически финно-угор, ну, допустим, там, Карел или Удмурт или Мордвин с большим-большим трудом поймёт сам, если вообще его поймёт. Это достаточно изолированный язык, он финно-угорский, но изолированный, ну, это вот как для примера чувашский язык, который тюркский. Он тюркский, да, но большая часть тюрков не поймёт Чуваша. Также и Саамы, ну, исторически так сложилось, что они жили изолированы, и особого контакта языкового с финно-угорскими и другими народами не имели прочного, поэтому это язык древний, архаичный. Загадка ещё по Саамам такая, Саамы неизвестно, откуда пришли в Мурманскую область. Но совершенно очевидно, что жили они южнее, может быть, в Прионежье, может быть, на берегах Белого моря, в смысле вот где-то в районах, в окрестностях Архангельска. Это всё гипотезы, нельзя точно сказать, каким образом, когда они прочно расселились на территории Кольского полуострова. Поэтому, и что выдвинуло, да, что подвигло их к тому, чтобы они переселились с больших таких пространств на достаточно локальное какое-то место обитания и при этом с трудным, тяжёлым климатом. Почему так произошло, непонятно. Но там есть какие-то версии о том, что их вытесняли. Да, вытесняли, да, ну, само вытеснение, в то же время, допустим, другие финно-угорские народы, те же Коми или те же Карелы, они какие-то свои пространства всё равно продолжали сохранять. Вот почему Саамы так двинулись, как они перешли к оленеводству, а это народ финно-угорский оленеводческий, европейцы, занимающиеся оленеводством. Вот если так кратко сказать, белокурые, с такими конопляными волосами, классические скандинавы вроде бы, но в то же время занимающиеся оленеводством и ранее они вели полукочевой по существу образ жизни. Вот это, наверное, сама загадочность. Конечно, загадка была всегда в том, что язык их не очень понятен, да, окружающим народам, какая-то своя, при том, что большая часть Саамов лютеране, наши Саамы, в основном православные, какая-то вот такая архаичная культура, которую часто считали люди окружающие колдовством, мистикой, Саамские женщины загадочные. Не случайно в знаменитом фильме, да, несколько лет назад кукушка, Саамская женщина, да, одна из героинь фильма, она не финка, не русская, не корелка, а именно Саамка. И в ней какая-то такая женская природа, женская таинственность воплощена в обстоятельствах тяжелейших, да, трагических XX века. Вот она какое-то женское начало символизирует. Окружающий народ всегда это отмечали, замечали и как-то вот, ну что ли, контактируя с Саамами, в то же время какая-то дистанция всегда между окружающими народами и Саамами была. Тем более, что Саамы очень прочную такую общинную структуру всегда имели, они самодостаточно жили. Конечно, они торговали, конечно, они уж прям не изолировались в буквальном смысле, когда мы говорим изолировано. На севере нельзя изолироваться полностью, потому что ты не выживешь без контакта с другими людьми. Но, тем не менее, структура сама у них была достаточно такая, ну что ли, ну по сути, общинная, если так можно выразить. Там у них была такая хозяйственная такая социально-экономическая единица, она называлась СИИД, состояла из отдельных семей, то есть это такие большие семя, разделенные на малые, их объединяла общность территории, общность тех пространств, где они пасли олени, промысловых угодий, взаимопомощь у них присутствовала, единые религиозные культы, жрецы были. При этом у Саамов не было никогда государственности. Никогда не было, да. Вот эти СИИДы, и мы по существу заменяли государственность. Они могли насчитывать от 70 до 300 человек, вот такое племя по существу, и хозяйственные собрания, хозяйственные, вернее, вопросы какие-то они решали на общих собраниях, ну были старейшие. То есть вот такой архаичный родоплеменной быт у них сохранялся очень долго. В государственности, в сложении того, что вот это наша граница, и не пересекайте её, такой необходимости у них никогда не было. Если говорить конкретно о мировом таком нынешнем расселении Саамов, то это, конечно, Норвегия, это Финляндия, это наша страна. По численности, можно сказать, из тех источников открытых, которые известны, от 60 до 80 тысяч, больше всего в Норвегии проживает Саамов, почти 38 тысяч, в Швеции, в Финляндии есть на территории России по переписи 2010 года 1771 человек. Да, это в нашей стране небольшая вот эта кольская восточная часть Саамов, в Финляндии их значительно больше, они там очень активные, у них много поселений. Но и в России за последние годы Саамская жизнь возродилась, вот Лофозеро – центр этой жизни, проводятся фольклорные мероприятия, праздники. Как-то для Мурманской области, области, населённой в основном переселенцами, так или иначе, переселенец как, бабушка, дедушка, всё-таки большая часть людей, так или иначе, не имеет прочных корней на Кольском полуострове, потому что освоение его началось, по большому счёту, в 20 веке. Вот Саамы, они такая, ну, часть, что ли, этого мира коренная, и это зафиксировано в документах, кстати говоря, это не просто какая-то метафора. В уставе Мурманской области отмечены Саамы как коренной народ, и поэтому промысловые угодья они имеют. Это вот такой вот, если брать этот регион сложный климатическом смысле, это его такой архаичный, интересный символ, и в то же время часть современной жизни. Надо сказать, что Саамы очень бережно всегда относились к природе, потому что промысловые угодья были не очень велики, они очень бережно относились, например, к ягелю, который кормил, и олени, и к тому, чтобы переходить с места на место очень, ну, что ли, по агроклиматическому такому циклу в соответствии с ним. Но иногда такое возникает ошибочное представление, что они жили в чумах. Вот в чумах они не жили, их вежа, вот конусовидное такое жилище, ну, может быть, напоминает чум, но всё-таки чум ненецкий там, не знаю, других народов севера, он разборный, его разобрали и пошли дальше. А вежу свою они не разбирали, это была такая, что ли, вот климатичная для какого-то определённого периода времени, вот она вот здесь. А потом они переселялись в избы в такие, ну, достаточно, может быть, небольшие по своему пространству, которые служили им зимним жилищем, т.е. вот летнее-зимнее жилище. Но они не кочевали вот как ненцы или как другие народы, которые перевозили с собой огромное количество оленей там и т.д. Кстати говоря, олени молоко они не пили никогда, это тоже их отличает от северных народов, они не использовали олени молоко. Олень использовался исключительно как мясо, как транспорт. Они в большей степени, чем другие народы севера, употребляли и употребляют рыбу. Да, рыболовство – это было одно из основных вообще хозяйств. Наверное, это соотносится скорее со скандинавами, нежели с народами севера. Они очень хорошие такие промысловики по сёмге, например, по норвежской в том числе, т.е. они очень хорошо знают способы приготовления рыбы. И вообще стол у них такой оленеводческо-рыболовный, вот. Это тоже их существенно отличает. Вообще они, как бы сказать, вот к этому климату приспособились. Ну, климат-климат, климат, конечно, уж не совсем там прям полярный круглый год. Безусловно, и земледелием они пытались заниматься каким-то, особенно под влиянием уже русских переселенцев. Но основное, что могло дать Мурманск область со своим крайне коротким летом Кольский полуостров. Поэтому для саамов характерна такая умиротворённость скандинавов и финноугров с большой сноровкой такой технической. И, конечно, идеально было то, что к ним стали приходить другие люди, которые их учили способом каким-то другим жизнехозяйствования. Приходили они к финноуграм, которые всегда очень доброжелательно принимают. Но это уже метафора, и стало притчевоязыться, как финноугры добры к гостям. И когда изменился совершенно полностью баланс населения на Кольском полуострове, саамы не потерялись никуда. Их численность по существу с XIX века не меняется. Вот они не увеличиваются, и они не уменьшаются. Это несмотря на те разговоры, довольно часто встречающиеся в исторической литературе, о том, что саамский традиционный образ жизни стал очень разрушаться, особенно с коллективизацией, с приходом советской власти и проведением коллективизации. Да, когда в период коллективизации стали ликвидироваться погосты. Погосты – это, по большому счёту, зимние их поселения, такие основные, ключевые, корневые, где большая часть года проводилась. В период коллективизации погосты стали укрупнять и переселять саамов. Они стали оказываться в иной языковой среде. Кроме того, у саамов долгое время не было каких-то возможностей, связанных с письменностью. Она возникла всё-таки, но, тем не менее, за ними не было такого пригляда и такого, что называется, помощи такой, как другим северным народам. Как-то вот они выпали из этой государственной политики по созданию литературы и так далее. Литература возникла у саамов, и буквари возникли, и есть писатели на саамском языке. Пишущие. Надо сказать, что саамы друг друга тоже не очень-то хорошо понимают. Я имею в виду саамы в Скандинавии и саамы живущие на польском постраде. Да, там же очень много диалектов. Да, диалекты очень серьёзно отличаются друг от друга, и вообще есть мнение филологов, что это языки отдельные. Но это, как всегда, дискуссия такая. Скорее всего, она, если филологи будут дальше настаивать, скорее всего, это всё-таки оформится в языки. Так мы знаем по примерам Мордвы, Морийцев, когда языки прям складывались. Пока называют диалектами, наверное, так более точно. Но, тем не менее, когда наши саамы приезжают на большие праздники в Лапландию, в финскую, то не всегда они понимают друг друга. Русская язычность полная, т.е. саамы знают русский язык все. Но до сих пор я знаю, что и на графических фильмах интересно показывают, как саамы приезжают в те места, где были погосты. Они там устанавливают памятные кресты. Это какая-то просто феерическая природа в Заполярье, когда летом, конечно, какие-то совершенно нетронутые места, но в то же время недремучие. И вот туда приезжают саамы, особенно женщины, и молятся этих крестов в память о своих предках, которые жили на этих погостах, как правило, там были небольшие кладбища ещё когда-то. Сейчас всё это зарастает, но, опять же, не дремучим каким-то таким чёрным лесом, а именно скромной такой, серой в чём-то природой Заполярье. Не только, если осенью, то и красивой очень. Они помнят об этом, о своих родовых корнях, для самой вообще характерной, такая прочной идентификации. Надо сказать, что они не обижаются на старое название лопари. Да, вот я хотел, конечно, лопари, это же классика. Вот на этих картинках, а их много существует, с изображением народов различных с севера, там есть всегда обозначение лопари. Лопари, да. Лопари тоже трудно вообще понять от чего, во всяком случае считается, что лопари и лапландии – это однокоренные слова, наверное. Но похожи во всём. Похожи. В царской России официально их назвали лопари, когда это были земли, ещё никакой Мурманской области не было освоения, но, тем не менее, на картах уже они так обозначались. И русские люди также их называли. Когда началась вот эта известная нам политика в 20-е годы по присвоению народам их этнонимов, а иногда даже придуманных этнографами каких-то названий, то вот вспомнили, что сами они лопарями себя не называют. Ну, как бы так вот, тюрьма народов Российской империи, и так вот какие-то давали там прозвища. Вот вы сами как себя ощущаете? Ну, вот мы себя ощущаем самыми. Ну, как всегда, какой-то такой узкий слой интеллигенции был, церковный в основном. И восстановили вот это название «Саамы». Что за «Саамы», откуда? Ну, считается, что Земля, да, «Саамы», Земля. Вероятно. Вообще много тайн. Они сами до конца не «Саамовские этнографы», и «Саамы», тем более «Саамы», люди сами, да, они не копают так глубоко относительно того, от чего что произошло. С другой стороны, трудно не заметить идентичность там слов «Саамы» и «Суоми», например. Например, да. И эта вся взаимосвязь какая-то присутствует, и, возможно, что-то финское здесь есть, потому что проживание в отрыве от основной части финского этноса, ну да, безусловно, географически это так, но черт, например, в рыболовстве очень много общих. Поэтому я не говорю, что этнографы там прям ничем не занимаются, они занимаются, безусловно, но там настолько как-то всё это сложно до конца понять, прежде всего потому, что нет археологии там, где живут теперь «Саамы», нет тех артефактов, которые свидетельствовали об их прошлой культуре. Мы знаем о «Саамах» по большому счёту, ну вот христианизация их, мы знаем о XVIII веке, конечно, много о XIX веке, когда этнографы в Петербурге уже записывали их фольклор, например, и доколлективизация. А вот какую-то глубину средневековую «Саамской» жизни очень трудно реконструировать. Если как бы подытожить вот этот «Нагинес» их, это коренной народ Мурманской области, финно-угорский, европеоидный по своему такому облику, ведущий традиционное хозяйство, связанное с оленеводством и рыболовством. Ныне сохраняющаяся, демография позитивная, видно, что народ приспособился к жизни в этих условиях, и он не уменьшается существенно в своём количестве. И в то же время наши «Саамы», ну, как мне кажется, они вот как-то… я не говорю, что не надо никогда там заниматься общественной деятельностью или ещё чем-то. Скандинавские «Саамы», они тоже там не особенно-то увеличиваются в количестве, но они очень уж активны. Там проводятся какие-то чуть ли не «Саамский» парламент есть. Наш «Саамы», они более в этом смысле связаны с природой, с традиционным хозяйством, с тем, что они берегут свои традиции, вот о чём мы говорили, ездят на старые погосты. В этом их идентичность проявляется. Есть произведения «Саамские». У них нет вот такой какой-то, как в Финляндии, инфраструктурной, может быть, такой активной жизни, когда в основном её ведут городские «Саамы», конечно. Наш «Саамы» в основном сельские «Саамы», живущие вот в этих… Ну, я подозреваю, что «Саамы», которые ведут образ жизни деревенский, это они более «Саамы», чем те, которые ведут бурную, может быть, деятельность, но являются городскими жителями. Мы, наверное, в рамках нашей программы говорили об этом, о том, что как раз хранителями каких-то вот таких народных традиций, культуры глубинной – это всё-таки, конечно, жители сельской местности. Тем более, что в Скандинавии всё-таки через лютеранство, через вот какие-то такие элементы финской культуры, очень сильное культурное влияние другое пришло на «Саамов». Нельзя сказать, что они там ассимилировались, но всё-таки вот как-то проживание здесь, на Кольском полуострове, в малонаселённых местах, оно больше сохранило «Саамов». Если брать какие-то элементы, например, фольклора, скажем. Последнее время о «Саамах» очень много говорится, не только на территории Мурманской области снимают этнографические фильмы, и так стало как-то входить в обиход, что ли, понятие русской Лапландии, говоря о «Саамах», потому что у нас ассоциируется там, не знаю, с непроизносимым финским названием «Дед Мороза» и тем, что это всё там, где-то за границей нашей страны, но Лапландия по существу есть и у нас на территории Мурманской области, и «Саамы» есть вот такой не осколок, а живая часть этой жизни. Мы вот затронули уже вопрос религии. Марат, ты сказал о том, что есть лютеране, у нас в основном православные. А вот как проходила христианизация? Ну, она, конечно, проходила там, так, в каком пространстве они находились. Если мы берём пространство современной Финляндии, то это, конечно, шведская история, история того, как шведы после контрреформации стали распространять лютеранство и распространяли его не только среди шведов, но и среди подконтрольных им этносов, финнов и, в частности, лапланцев, саамов. Поэтому лютеранство пришло скорее вот из Стокгольма, оно шло дальше, вглубь Скандинавии. А дохристианские верования… Языческие, да. Они, конечно, элементами определёнными сохранялись, особенно у нас, я имею в виду, в России, в основном до коллективизации. Когда мир саамского пространства, пастбищного и рыболовного был очень широкий, и когда не было каких-то таких плановых, они вообще самую интересную такую вещь говорят, что когда начали создаваться рыболовные колхозы и совхозы, артели, мы как-то потеряли интерес к своему занятию, потому что стали устанавливаться планы, и стал какой-то график очень жёсткий, а мы раньше чувствовали море, вот оно даёт сегодня рыбу, или надо вообще выходить, или можно, условно говоря, остаться в своём погосте, и вообще в открытое море не выходить. Мы это ощущали, оно нам намекало на это. Стоит ли сегодня, собственно говоря, заниматься трудом, или можно какой-то день отдохновения. То есть плановая экономика, конечно, очень серьёзно для саамов и для многих народов Севера, такой интерес, что ли, от неё утратился к традиционному хозяйству, поэтому многие молодые самые, ну и неизбежные, обвинять их нельзя в этом, но в Ловозере-то не хотят оставаться, а хотят уже в Мурманск ехать, потому что вот этот быт трудный, да, и когда он, хотя сейчас плановой экономики нет, но всё равно в рыночной экономике всё равно всё подчинено какому-то ритму другому, да, а вот этот природосообразный ритм, он нарушен. Что касается, вот, да сказать про христианство, то, конечно, православная составляющая – это всё, что касается Новгорода, Архангельска, вот это шло из больших русских городов. Как все финогры, саамы очень тесно переплетали языческую традицию народную и христианскую, и никогда не имели никаких противоречий в этом. Они приняли христианство без каких-либо, ну, не зафиксировано никаких там бунтов, никаких там чего-то, восстаний, всё это было… Вообще в истории саамов нет никаких проблем, даже в период очень сложных для саамов, когда саамы были оккупированы, как и все народы, всё население Заполярье. И в этот период как-то не зафиксировано того, что их, что они, допустим, ну, какое-то преследование какому-то подвергались. Вот, они очень адаптивны к жизни. И можно сказать, когда вот есть такое выражение, да, что с малыми коренными малочисленными народами может быть через несколько десятилетий, не по всем народам можно оптимистически прогноз давать. Но вот эта вот проблема… А здесь есть нормально. Проблема того, что молодые саамы уезжают из вот сейчас мест традиционного расселения, всё-таки существует. И существует, и, допустим, между 2002 и 2010 годом всё-таки численность саамов несколько уменьшилась, она не увеличилась, уменьшение ощущается, потому что, прежде всего, с молодёжью связаны. И, конечно, вторая проблема с языком, потому что язык… Здесь нельзя иметь какой-то помощи, да, вот только от филолога, от этнографа и так далее, потому что разговорные саамские, некоторые диалекты в течение XX века исчезли на Кольском полуострове. Основной вопрос, конечно, это языковое. Даже если саам будет жить в Мурманске или в Петербурге, он останется саамов, как мы знаем массу примеров, там, не знаю, где живут наши армянские или татарские или грузинские друзья, где угодно. Но они знают язык, значит, они принадлежат своему этнику, так и саамами. Поговорим, мы продолжим наш разговор о саамах в рамках проекта «Народы России» в следующей части нашей программы. Сейчас новости, затем продолжим. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. В студии Вести.ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России». Говорим сегодня о саамах. Вот закончили мы нашу предыдущую часть тем, что всё-таки проблема исхода из традиционных мест проживания саамов существует. Она может быть не так трагичной, даже на фоне небольшого количества людей, причисляющихся к саамам. Я напомню, где-то около 1800 человек по переписи 2010 года. У нас численность саамов. Но не сильно меняется это, но какая-то тенденция есть. Вот, Марат, ты сказал о том, что у разных малочисленных народов просматривается разная судьба в будущем. И сказал о том, что это зависит во многом от языка. Но если говорить вот сейчас, на современный момент, саамы с языком, какой процент владеет этим? Они двуязычны, безусловно, и с 90-х годов началось активное проникновение литературы саамской и саамской художественной литературы и учебной литературы. Какая-то вторая такая волна возрождения была предвоенная, она не увенчалась каким-то успехом, но разговорный язык всё равно саамы сохранили. А потом начали утрачивать его. Ну, например, они его утрачивали потому, что создавались такие многоязычные совхозы, когда они были не национально однородные, когда люди разных национальностей, переселенцы прежде всего, на Кольский полуостров, вместе с саамами жили, саамы стали утрачить язык. Надо сказать, что для некоторых народов севера, ну, я бы не сказал примитно к саамам это, но такая есть всё-таки особенность. Они говорят, особенно пожилые люди, ну, почему мы утратили язык? Мы его стеснялись, они говорили. Мы стеснялись говорить с акцентом, мы стеснялись употреблять выражениями, нам никто не делал никаких замечаний, но нам хотелось быть русскоязычными всегда. Для саамов это тоже характерно. Но всё-таки то, что саамы были в отдалении от города и в том, что их быт даже при советской экономической перестроенной, абсолютно модернизированной экономике всё-таки был сообразен тому образу жизни, который был всегда у них, я имею в виду, прежде всего рыболов, то оленеводство, нельзя сказать, что оно у них ведущей отрасли было, оленеводство было, да, в том жилом озере оленеводством до сих пор занимается, но нельзя сказать, что вот они оленеводы, прямо номер один. Тундровые народы Восточной Сибири, допустим, оленеводы намного более продуктивные всегда были. Самы вообще никогда не гнались за какими-то количественными показателями и раньше. У них никогда не были большие стада оленей, они никогда не торговали оленины в каком-то товарном таком эквиваленте. Для себя. Для себя жили, да. Хозяйство их было натуральное, с элементами какого-то уже такого проникновения рынка, но в основном, опять же, для обслуживания интересов переселенцев, переселенщиков их сёл, у которых они тоже что-то перенимали. Например, вот они переняли блюда, которые теперь самые очень активно употребляют, это запечённую рыбу в тесте. Ну, естественно, вообще как-то сами не дружили очень сильно, а от русских переселенцев, мы знаем такое блюдо и у карел, например, и, конечно, у финнов, вот они это блюдо переняли. Доброжелательность, доверчивость, в чём-то такое, в чём-то наивность, да, лопарей, вот она всегда отмечалась этнографами, путешественниками, всегда говорили, что если покупаем ягоды, а надо сказать, что они собирали ягоды в тундре и продавали её, то не надо было вообще взвешивать ничего, т.е. вот они говорили, сколько вес там ягод, ну и на слово верили, потому что лопарь никогда не обманет. Ну, такой вот быт, такая вот культура, она в течение XX века, они её пытались сохранить. А что касается исхода, ну, прям вот такого его массового-то нет. Ловозер – такое интересное поселение, там в центре села, ну, какая-то модель вежеты установлена, т.е. Ну, он достаточно туристический, надо сказать. Туристический, да, муниципальные власти как-то вот всячески подчёркивают эту специфику самскую, лапландскую. Она привлекает людей. Привлекает. Ну, если вот мы возьмём, да, Кольский полуостров, ну, не обидятся, наверное, наши радиослушатели, но мало мест туристических, которые не связаны, допустим, вам это лучше знать, да, с рыбалкой, вот если брать кроме рыбалки, да, что-то другое в индустриальном регионе с трудным климатом, трудно придумать. Губернские муниципальные власти, придумав, активизировав, да, тему, связанную с самской культурой, такое определённое культурное пространство создали, безусловно. Я вот что заметил, когда готовился к программе, по самым, надо сказать, это не первая программа у нас в рамках народов России, я вот что заметил, с одной стороны, существует интерес саамов скандинавских к культуре саамов российских. Видимо, это связано как раз с тем, о чём ты говорил, Марат, с тем, что больше сохранилось. Это мы, помните, когда мы приглашали этнографа Дмитрия Апарина, говорили примерно о том же, об эскимосах, когда, может быть, здесь нет какой-то ой, там прямо общинной инфраструктурной жизни на нашем Дальнем Востоке у эскимосов, а у инуитов нет того многообразия уже бытовых, промысловых каких-то навыков, которые до сих пор сохранены здесь. А, видимо, вот этот ритм каждодневный, связанный с промыслом, он, конечно, больше сохраняет, ну, плюс язык, безусловно, больше сохраняет этническую специфику, нежели люди, живущие, заседающие в каких-то советах, там ездящие. Ну вот, так вот, я заметил о том, что, с одной стороны, у саамов скандинавских есть интерес к российским саамам и к тому, что они сохранили очень многие элементы культуры общей, ну, которые они считают, во всяком случае, общей. С другой стороны, у российских саамов есть интерес как раз вот к этим инфраструктурным, особенно у молодых представителей. Ну, есть соблазн такой, конечно, потому что приезжают, допустим, саамы в Скандинавию, в Лапландию в частности, и пусть они не понимают, на каком языке там что-то говорится, но вот целый саамский парламент, ну, пусть это народное такое представительское, то есть это не государственное учреждение, это, скорее, общественная организация, ну, интересно, забавно, но мне кажется, что вот этот особый интерес, он как-то больше остановился в 90-е годы, потому что стало понятно, что если ты остаёшься в своём ловозере, то ты должен надеяться на вот свою жизнь вокруг, на себя, на то, что вокруг тебя. Ну, что, а, допустим, переселяться куда-то, ну, саамам никуда не надо переселяться, они коренной народ Кольского полуострова, и они никогда не жили там, где вот жили, допустим, финские саамы. Это не родина. Это не родина для них, это не народ, который диаспорный, да, он, это не диаспора саамская, это их община, они коренной народ России и Мурманской области в частности. Поэтому какой-то вот такой романтический период, мне кажется, он закончился. Общение происходит, ну, например, вот такой момент один, литература из Финляндии, она может использоваться у нас? Скорее, нет, потому что она на другом диалекте. Языковые вот эти различия, барьеры, они очень существенны. Очень разная история в XX веке была, когда в Лапландии всё-таки вот эта туристическая составляющая оленеводства, конечно, понятно, что они занимаются оленеводством, и они имеют доходы от него, но всё-таки это уже начинает немножко похоже быть на рождественскую сказку, тогда как наш сам – это колхозники, которые работали по артельному или колхозно-совхозному принципу. Ну, где, конечно, что-то сохранилось в первозданном, вероятно, не у нас, при всем том, что, безусловно, эти колхозы создались не для того, чтобы самовскую культуру сохранить, а для того, чтобы промысловым и хозяйственным интересам они соответствовали. Поэтому вот такие народы, которые разделены границами, они, безусловно, представляют собой очень интересные опыты жизни, при том, что и те опыты успешны, и наши опыты успешны, мерилом этому, критерием этого является прежде всего численность. Если народ не ассимилируется, он там уменьшаться может немножко на 100, увеличиваться численность, и по естественным причинам, и по общедемографическим каким-то причинам, но если он сохраняет примерно 1700, 1800, 1900, до 2000 в течение более чем 100 лет, это значит, что кольские самы имеют очень хорошие перспективы в будущем. Сейчас они, конечно, уже не кочуют, они живут в этом селе, но вообще для Саама характерно такое понимание, что ли, вот этого большого пространства, как своего дома. У них нет, как у многих урбанизированных людей, ну, некая моя хата с краю. Или моя хата в центре. Или моя хата в центре, да. У него хата везде у Саама, потому что поселение их, допустим, вот даже эти погосты, которые вроде в этнографии считаются постоянными их поселениями, но не совсем. Вот допустим, когда истощались пастбище, или ягеля не было, или ягод рядом уже всё вытоптали, олени и люди, то они бросали эти погосты, переселялись на другие пространства. Они очень свободны в этом смысле. Ну, и как все северяне, очень сильные люди, конечно, потому что быт и вся климатическая составляющая заставляли их быть таковыми. Они очень охотно переходили от одного к другому, не цепляясь за что-то конкретное. Они могли, допустим, мясо медведя, один пример, оно ритуальное. Но если нет другой пищи, они его тоже употребляют не только в праздничные или какие-то памятные периоды. Очень как-то легко адаптируются ко всему. И это, наверное, причина их жизнестойкости такой. Литература, вот возвращаясь к ней, она очень хорошо это показывает. Для самого характера фольклор, он может быть не такой эпический, как, допустим, Калевала, потому что не было каких-то военных, вооружённых конфликтов, к счастью, у них. У них не развита такая героическая эпичность. А скорее то, что связано с воспеванием природы, с бытом, с оленем, с морем, конечно. Море-дом. Когда вот мы говорили в нашей программе «Зимний» о поморах русских жителях севера нашего, говорили о том, как они чувствуют море. Вот для осамы тоже море-дом, безусловно. Они воспринимают это пространство как стихию или как некое… Как стихию могут воспринимать, как благо, как кормильца, как могилу. Очень много разных эпитетов морю. Вот, допустим, во многих языках море и море, у него нет никаких синонимов. В саамских диалектах морю, как говорят феологи, да, даны много-много-много разных определений, много прилагательных. Ну что ж, завершается и вторая часть нашей программы. Напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». В рамках программы «Народы России» мы сегодня говорим о саамах. Продолжим это делать буквально через минуту. Итак, продолжаем. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Состав не изменился за это время. В студии «Вести-ФМ». Тема не изменилась. Это сам. В рамках программы «Народы России» мы уже начали говорить о культуре, о традициях. Наверное, стоит продолжить и в этой части нашей программы поговорить, допустим, об одежде. Ведь есть традиционная одежда. Она, кстати, с точки зрения этнографической такой, она достаточно хорошо сохранилась, как я понимаю. Да, одежда сохранилась хорошо. Вообще всё, что связано с оленеводством, оно очень консервативно, что ли, в хорошем смысле, потому что олень, он такой вот, он и одевает, и кормит, и перевозит, и с одеждой связано. Но одежда всё-таки, как мне представляется, больше в скандинавский уклон идёт, опять же, как и в случае с их обликом и культурой, нежели в уклон ненецкий или, допустим, уклон… Ну, ненцы, конечно, основное. Вот почему столько раз мы их сегодня вспоминали, потому что, конечно, другой народ, который живёт в непосредственной близости, да, это ненцы, конечно, это народ финно-угорский коми, коми и жемцы особенно, это карелы, которые какие-то элементы материальной культуры, в том числе в одежде, в транспорте, в нартах, например, в том, чтобы перевозить грузы, они на самов отразили. Но сейчас эти элементы сохраняются. Почему? Потому что многие навыки, связанные с уходом за оленем или у мужчин с рыболовством, они веками отработаны, что ли. Это связано, например, даже не столько, может быть, с одеждой, сколько с обувью, с тем, чтобы человек, допустим, в этом трудном климате выжил, не заболел. И поэтому европейское или какое-то стандартное что-то приходящее, оно может не соответствовать этому ритму. И поэтому самую, ну, не этнографии ради, не фольклорности ради, а именно с целью выживания и всем, чтобы не заболеть во время промыслов. То есть, оно даже элементы такой традиционной одежды, они до сих пор сохранились просто в силу того, что это удобно и рационально. Это удобно и отработано то, что, допустим, связано... Ну, это с обувью. Вот как в литературе всё время употребляется применительно к обуви промысловика. А что касается, допустим, кухни, то кухня самов, конечно, подверглась определённому изменению, потому что, опять же, это вот интересная такая деталь северных народов. Вот есть народы южные, они кухню считают частью материальной культуры, частью духовной культуры, вообще просто вот кухня – это часть, рука, нога, всё. Северные народы к кухне так не относятся. Они, если видят что-то более вкусное и более простое в приготовлении, они забывают быстро о своей традиционной кухне. Поэтому для самской кухни, при том, что отдельные элементы есть, а теперь, когда Лофф-озеро так превращается в инфраструктурно-туристическое место, это восстанавливается всё-таки, но они не так сохранились, что ли, как другие народы. Во-первых, потому что многие моменты, которые связаны с оленеводством прежде всего и с употреблением мяса олень, они стали уходить во второй половине XX века. Поэтому кухня их – это такое, в основном она привычная, обыкновенная наша традиционная кухня, как городских жителей и так далее, но с определёнными элементами. Например, они очень любят треску, они очень любят сёмгу, они очень любят само мясо оленя в разных его ипостасях. Но если есть там картофель или овощи, завезли в поселение или говядину, то они охотно это будут есть. У них нет такого культа еды, как это есть у народов южных. Вот это очень важный такой элемент. Допустим, ну вот летом, ну всё-таки есть какая-то определённая сезонность, летом саамы всегда до сих пор говорят, что вот оленину летом как-то вот не принято было есть, бабушки, дедушки не ели оленину. Летом едят рыбу, и, например, озёрную, не морскую, там щуку, сиган, олиму, окуня, вот это летняя такая кухня. Жарят, варят, вялят рыбу, а вот зима – это рыба уже такая морская и олень. Ну, как бы для согрева ради, т.е. варят такие супы из оленин. Ещё интересная, важная часть, как сегодня не упоминали, это охота у саамов. А саамы – достаточно успешные охотники. И они очень любили, считалось, что большой меткостью является охотник на куропатку, потому что куропатка, мясо её заменял по защиту мяса кур. Из куропатки, вот они говорили, вот из олени там жирные были, а вот из куропатки он вот как надо, но это не всем дано. И поэтому вот суп с мясо куропатки – это такой деликатес амский. Сам они не отринули это, оно сохранилось, ну всякие сложности есть, не везде куропатка осталась, не везде в озёрах рыба водится, поэтому это всё не так просто. Их быт очень тесно связан с теми продуктами, которые требуют большого труда по их добыче. Конечно, сейчас многие скажут, но ведь предки же самов, вот почему молодёжь уходит, предки же самов преодолевали эти трудности и обеспечивали себя, но сейчас много хозяйственных и разных простот и каких-то соблазнов, которые, конечно, создают возможности для того, чтобы просто купить продукты и просто из них приготовить какую-то еду, не тесно связанную уже или вообще не связанную с амской. Это есть. Поэтому самскую кухню, конечно, можно попробовать, но для этого нужно преодолеть достаточно большое путешествие и побывать в посёлке Вселелого озера в самском доме, и сам и там его приготовят. Уже, наверное, думаю, что и в Мурманске так хорошо эту традицию соблюсти нельзя. Если будет какая-то работа дальше проводиться, ну как вот, допустим, на севере, в Якутии, скажем, классический пример, где прям кухню возвели в ранг национального достояния, умеют с этим работать. Якуты вообще со многими элементами своей культуры умеют хорошо работать. Если сам и так же свою кухню поднимут, она может стать очень важной частью такой жизни Мурманска. Когда она перетечёт в Мурманск, и гость Мурманска ему скажет, а вот у нас народ такой есть, саамы, а вот они готовят очень вкусные супы или очень вкусно запекают рыбу в тесте. Замечательно. Тогда как-то асамов больше будут узнавать. Я надеюсь, и сегодня о саамах, те, кто ещё не наши видеослушатели не очень хорошо знают, да, этнографию Мурманского, Скольского полуострова, вот вспомнили или мы им напомнили об этом народе. Наверное, сказать ещё о том, что у саамов, ну, вообще как объединение, есть символы такие государственные, не государственные, а национальные. Да, это всё там, за бугром. Там это всё есть, да. Я вот, ну, может быть, я... Он очень любопытный флаг, это такой... Ой, Ге, вы знаете, когда мы о цыганах говорили, как мы... Я скептически от неё... Помните, мы с вами употребляли, говорили о цыганском гимне, а потом пришли к тому, что, может быть, лучше вместо гимна обеспечить людей, я не знаю, тем, чтобы дети у них учились, да, или чтобы не было бедности, или чтобы не было чего-то, да, в европейских странах. Вот так же и с аамами. Не знаю, мне кажется, что люди, которые говорят на финском или на английском языке, да, но имеют гимн и на флагштоке его носят, они чем-то отличаются от лавозёрского скромного аама, который выходит каждый «День в море». Ну, этот герб у них, да, в смысле флаг, он очень такой интересный. Он очень любопытный, неожиданный такой, ну, во-первых, само сочетание цветов, там, красный, синий основные, но есть ещё зелёный и жёлтый, причём всё это так сделано... Ну, в одежде, в женской летней одежде вообще цветастая такая, т.е. это сам не в однозначном... Ну, а это есть, цвета флага, они как цвета гакти, это традиционный аамский костюм, и, собственно, вот эти цвета. Но как он сделан, это любопытно. Они, конечно, там оленями шкурами не покрывались круглый год, это зимние олени, а летняя одежда самская, вот фольклорных... Ну, кстати, статусы как коренного населения, он даже в Конституции есть, там, у финнов Конституции параграф есть, и статус аамов как коренного народа закреплённого в уставе Мурманской области, т.е. есть... Есть, конечно, безусловно. И, может быть, это тоже хорошо, если люди, допустим, приходят на массовые мероприятия в Лапландии, да, и там флагами размахивают и чувствуют свою идентичность через какую-то символику, отлично, но знают они язык или нет, всё-таки мерило какие-то вот такие вещи, которые в традиционной жизни, когда уходят в собрание и приходят домой, вот сам или они там. Вот, как иногда такая была пословица, я не буду называть, народ, который её придумал, ты там вот ну икс такой-то, если твой внук имеет эту национальность, да, если он разделяет эту национальность. Наверное, так, вероятно. Во всяком случае, для аамов характерно спокойное отношение к своей этнической истории, потому что они никогда не имели, ну что ли, вот их никто не завоевал, проще говоря, да, они никогда не имели какой-то, какой-то, какого-то мифа и романтики о былой государственности, у них этого никогда не было. Лапландия была земля Божья, что называется, она была населена разными людьми, и они так её и воспринимают. Ну, кроме того, отношение к ним соседних народов, что скандинавских народов, что русских людей, никогда не было враждебным, их никогда не так вот, да, их как-то вот исторически они в этот пространство Кольского полуострова расселены были, у нас, например, или на Скандинавии на самом пределе, да, морском, в Скандинавии вернее, но это не по источникам не сопровождалось какими-то гонениями или какими-то преследованиями, ни в каких резервациях они не жили. Ну, кстати, я вычитал, когда посмотрел там раздел фильмы о самах, Кукушка я знал, хотя многие люди, которые посмотрели фильм Кукушка, так и не поняли, что финка, она не финка, да, и кто она вообще по национальности. Как-то это вот из канвы фильма немножко выпало, но есть ещё фильм о такой достаточно героической странице саамского народа в Норвегии, он снят в 2008 году, восстание в Кауту Кейну, это историческое событие, рассказывает оно о борьбе оленеводов-саамов с алкогольным бизнесом, там, где спаивали людей, забирали за долги имущество, и вот там было такое восстание. Как вот такие, как есть выражение, да, горячие финские парни, саамы тоже могут быть горячими, если покушаются на их вот такое вот... Да, именно на их миропонимание. Миропонимание, да. Ну что ж, вот такая программа у нас получилась, об этом загадочном, безусловно, народе... И загадок много осталось. Да, вряд ли мы смогли бы за эти 50 минут все загадки развить, но я надеюсь, что нашим слушателям стало, те, кто не знал о саамах, какие-то подробности... И о том, что они народ в России проживающий, а не только в Лапландии, да, за пределами России, но и в нашей стране саамы тоже коренной народ. Марат Сафар, Фигия Саралидзе были в студии Вести.ФМ, я надеюсь, что совсем скоро мы с вами встретимся, наши уважаемые слушатели, и продолжим наш проект «Народы России». Народы России. 180 национальностей. Одна страна.